Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях человек, который всю свою жизнь посвятил танцам и детям. Руководитель ансамбля танца «Гармония» и педагог высшей категории Жанна Валентиновна Горляцкая. Здравствуйте, Жанна Валентиновна! Здравствуйте! Расскажите, как давно вы связали свою жизнь с танцами? Вы знаете, насколько себя помню, с детства всегда была творческим ребенком. Стихи читала, песни пела с самого детства, лет, наверное, с пяти, с четырех. То есть меня уже даже записывали. Чуть постарше, когда я уже повзрослее стала, начала смотреть какие-то концерты, очень полюбила балет. Очень часто смотрела. И, в принципе, отсюда у меня вот это уже стало возникать какие-то мысли, что надо дальше себя продвигать в этом направлении. Ну, конечно, маме тоже были такие возможности, было время очень тяжелое, она тоже занималась гимнастикой. То есть это не просто у меня так это пошло. Видимо, все-таки передалось от мамы, от бабушки, которая тоже очень любила петь. И хорошо пела. Лет шести в Дворец пионеров. Поступила во Дворец пионеров в танцевальный коллектив под руководством Евгении Павловны Ворониной. Она мой первый педагог. И там, занимаясь во Дворце пионеров, уже мы как бы начинали формироваться, расти. И с этого момента уже я стала понимать, что это, скорее всего, будет моей профессией. Затем, после восьми классов, я поступаю в хореографическое училище, оканчивая хореографическое направление и в Твери. Следом, после этого много танцевала и получаю еще высшее образование. В принципе, по профессии, по выходу из Тверского я была педагог детского танцевального коллектива, хореограф-педагог. И плюс сама еще первое время танцевала. Только потом уже стала подходить ближе уже к созданию коллектива. И как же все-таки пришла идея создать этот коллектив? Сколько ему уже лет и с чем связано название «Гармония»? Я долго думала, у многих были коллективы уже, были названия различные, думала, как же мне назвать свой коллектив. И что-то выбирала-выбирала, «Гармония» пришло на ум, гармонично, красиво, танцевально. Ну и как-то пришло в голову сделать коллектив «Гармония». Создание коллектива как-то пришло само по себе. В принципе, я уже выросла для того, чтобы что-то давать детям. То есть сама уже прошла школу танцевальную и уже могла работать в детском танцевальном коллективе и детям что-то давать. Потому что первое время, конечно, с детьми было страшно заниматься. И это все приходит с возрастом, с пониманием профессии, с пониманием, что ты должна еще что-то отдать и другим детям, научить их светлому, доброму, то, что потом в жизни им пригодится, душевное, чистое. На базе чего существует Ваше творческое объединение и кто Вас финансирует? Наша сейчас база находится в Дядьковской школе. И, пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность директору школы Мишину Вадиму Юрьевичу за то, что он предоставил нам такую возможность заниматься на его базе, расти и развиваться коллективу, дальше плодотворно трудиться, привозить места, завоевывать кубки. Спасибо, Вадим Юрьевич, Вам огромное за Вашу поддержку. Костюмы наверняка достаточно дорогие, танцевальные. И все эти поездки на разные конкурсы, откуда берете средства? У нас все, конечно, строится на энтузиазме родителей и моем энтузиазме. Потому что поддержка, конечно, только родительская. У меня у самой дочка младшая занимается в коллективе, поэтому я знаю, что это такое. Тоже шью костюмы своей дочке, также и все родители. Мы шьем костюмы за свои средства и ездим на конкурсы, конечно, тоже за свои средства. Но бывает очень редко, когда по нашей просьбе с письмами обращаешься, то помогает, но это очень редко, автобусом. Автобус могут дать на поездку. Но за существование нашего коллектива, а он существует уже 22 года, но это были единичные случаи. Коллектив детский, состав с годами меняется, но в целом сколько всего у «Гармонии» наград? Да, состав, кстати, Вы сказали, меняется. Причем меняется, знаете, бывает очень неожиданно. Вот сделаешь номер, уже прям вложишь в него столько сил, стараний. Но есть такая способность у детей расти, и они вырастают. У кого-то меняется желание на какое-то другое направление перейти. И бывает так, что номер теряет свою уже такую возможность дальше двигаться, приходится других детей брать. Поэтому в связи с этим, конечно, неудобно работать, что дети вырастают, дети уходят из коллектива. Когда со взрослыми работаешь, которые уже люди взрослые, приходят заниматься, и уже они не уходят, то с ними проще номера делать, они держатся долго. В нашей ситуации, конечно, очень изменчивая ситуация. И за это время мы поездили по стране. У нас 55 наград. Среди них Казань, Волгоград, Санкт-Петербург, Москва, Болгария, Иваново. Побывали, поездили по стране. И, в принципе, очень ездим всегда с настроением, с желанием, потому что детям хочется показать себя на других конкурсах, другим коллективам показать то, чему они научились на репетициях. Какие танцевальные направления? Ну, я в первую очередь отдаю... Самое главное – это должна быть школа. Классическая школа. То есть классический станок у нас обязательно. То есть пока нет основы классической хореографии, у станка мы все элементы учим, эта основа, без нее никуда не деться. И тогда, когда дети уже освоили это, мы уже можем делать различные направления. Мы работаем и в современной хореографии, и в народной хореографии, и классические варианты. Ну, не балетные, а классические формы в современной хореографии у нас тоже присутствуют. И эстрадные направления тоже развиваем. То есть у нас как бы дети работают в различных направлениях, причем это, знаете, очень сложно, потому что в народных – это дробушки, обувь, сапоги, туфли. В классике – это балетки. Стопы везде по-разному тоже работают. В классике они тянутся в современные свободные стопа. То есть дети разносторонне развиваются, и чтобы себя, как сказать, в разных направлениях… Ну, вот мы танцуем на конкурсе разные направления. То есть дети перестраивают себя за время конкурса, переходя с одного направления на другое. То есть у детей еще и развивается вот это вот мышление, перестроение. Я так понимаю, это лишь малая часть успехов вашего коллектива. Расскажите, какие награды принесли с собой сегодня? Так, ну вот сегодня у нас здесь стоит кубок из Казани, из Карелии. Вот я забыла Петрозаводск. Мы были в том году, приехали оттуда лауреатами первых степеней. Санкт-Петербург, Казань. Так, а вот Тверь я забыла назвать. В Твери мы стали обладателями гран-при в этом году. И еще в Гусе Хрустальном на международном конкурсе мы тоже стали обладателями гран-при. То есть у нас за этот год было два гран-при. Вот Москва, я вижу, Болгария. У вас наверняка было множество проектов. Все они, насколько я знаю, достаточно символичны. Какой из них вы считаете наиболее значимым для себя? Ну вы знаете, вот я считаю все-таки для себя все равно развитие у детей и патриотическое воспитание в том числе. Потому что, ну, в меня, мне кажется, это с детства в нас было, в наше поколение заложено, патриотизм, любить Родину. И я это стараюсь и детям своим передавать в коллективе. Вот, и я все-таки считаю, хотя проектов было много, и в народной хореографии были разные народности я ставила, разные национальности, и в современной мы работаем в разных направлениях, и в эстрадном мы тоже в разных направлениях. И «Моя Россия» был у меня номер, «Прокупала». То есть как бы они все, многие, как вы сказали, все значимые, но вот я считаю все-таки номер, который мы сделали после того, как я приехала с коллективом с Волгограда, вот, он стал таким, ну, мы, нам не повезло, пошла пандемия. То есть мы сделали номер, посвященный Сталинградской битве. Вот я считаю, и дети, причем на этом номере тоже очень выросли, прежде чем мы его уже, ну, во время, вернее, работы в коллективе с этим, с номером про Сталинградскую битву, я детей просила, чтобы они вот не просто подходили, номер протанцевали и пошли домой. Они дома смотрели фильмы, причем фильмы того времени. И дети смотрели, а ссори здесь тихие, вот, к примеру, да, дети смотрели, понимали всю боль. Я им рассказывала, что такое блокадный Ленинград, что такое, когда пайковый хлеб, когда дети голодали. Вот они все это пронесли через себя, и в номере мы это все воплотили. Сейчас вот мы его будем восстанавливать. То есть мы сейчас планируем восстановить этот номер, и уже потихонечку начали, причем дети уже сами, новые дети, потому что те, которые этот номер работали, уже ушли, к сожалению. И вот новые дети смотрят уже этот номер, и уже сами начинают учить свои партии. У нас вот уже дошло до того. Вот, и поэтому я считаю, что патриотическое воспитание очень нужно детям, обязательно. Они должны любить свою родину, должны знать историю, и должны гордиться своей страной. «200 шагов к победе». Почему так называется, и о чем танцуют дети? Сюжет расскажите. Так, «200 шагов к победе». Ну, в первую очередь, когда мы были в Волгограде, меня потрясло большое количество ступенек к Родине Матери, которые идут через весь монумент Родину Мать. Мы посчитали, дети сами даже считали, их 200. Почему 200? Я просто задумалась, у меня началось только вот именно с этого. Я посчитала 200 ступенек, потому что 200 дней шла Сталинградская битва. Почему «200 шагов к победе» у меня номер называется? Я просто это все продумала, чтобы это было, ну, как бы правильно попадало в точку. Потому что Сталинградская битва стала переломным моментом, и после этого мы стали уже идти к победе. Вот поэтому номер был назван «200 шагов к победе». 200 ступенек, 200 дней шла Сталинградская битва, и потом перелом, и мы шли к победе. Номер рассказывается о том, что было время беззаботное, дети, мирное время. Потом начинается война, приходят фашисты, детей убивают, мать на глазах у детей тоже убивают. Потом приходят наши солдаты, освобождают, как это и есть на самом деле. И из пепла, то есть она у нас как птица Феникс, вот эта мать, которую сожгли фашисты, она у нас накрывается черной тканью, она вырастает в родину мать. То есть та женщина-мать, которая выстрадала эту победу, она превращается в родину мать и встает уже в обелиск. И в конце у нас обелиск, Мамаев курган, памятники с Мамаева кургана взяты, их там пять, у меня три, потому что так вот, просто больше там на сцене как бы и не уместить, но я думаю, не столь важно. Главное, вот эти основные, там три памятника, с одной стороны, с другой плачущая мать, надубившим сыном, и по центру родина мать, которая стоит на Мамаевом кургане. То есть у нас там в конце обелиск и слова идут, которые написаны на стенах на Мамаевом кургане. Просто фашисты, посмотрев, как сражались наши солдаты, были в ужасе и говорили, люди ли это, смертны ли они. Это было написано на Мамаевом кургане. Я решила, что это тоже нужно, чтобы было, раз мы ставим номер, посвященный вот такой дате. В ближайшее время собираетесь на какой-то конкурс? Да, мы планируем поехать на международный конкурс в Тулу. Вот сейчас усиленно готовимся, дети работают четыре раза в неделю, по три, по четыре часа. Подготовка серьезная, так что вот через две недели планируется поездка. Если заинтересовало творчество нашего коллектива, мы будем рады любой помощи. Спасибо, Жанна Валентиновна, что пришли к нам в гости сегодня. И вам спасибо. В эфире была программа «Городские встречи» и я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова